В разгар рабочего дня на пляже немноголюдно. Спастись от жары к воде в основном стекаются школьники и мамы с маленькими детьми. Но уже ближе к вечеру здесь соберется гораздо больше горожан. Всего в Сарове четыре места, где можно отдохнуть у воды. Это протяжка, Балыковский пруд, пляж у Маслихинской горы и бассейн. Однако официально купаться разрешено только в двух водоемах – на протяжке и пруду Боровом. До открытия здесь комиссионно проверяются все пляжи, делаются обследования песка, воды. То есть санэпидстанция проводит все эти работы. Санэпидстанция берет отбор воды постоянно. И если что-то появляется, какой-то запрет, через нас сообщают, мы уже предупреждаем, вывешиваем аншлаги, что купание запрещено. Ну, в настоящее время все хорошо, все благоприятно для отдыха. И что немало важно, перед началом летнего сезона исследования дна проводятся только в тех зонах, где официально разрешено купание. Ответственности за купание в неположенных местах не существует. Но стоит учитывать, что только на Боровом и на протяжке работают специальные медицинские пункты и спасательные посты, где есть все, что нужно для оказания первой медицинской помощи, а также спасательные жилеты и круги. В часы работы пляжа на территории дежурят специалисты, которые всегда напомнят правила поведения при купании. Если вы видите утопающего человека, привлечь внимание других людей, и чтобы они позвали спасателя. Момент утопления человека, не пытаясь ему помочь, не зная как. Потому что в связи с этим, что вы не прошли курсы, вы можете мало того, что погубить и утопающего, и самих себя. Спасатели напоминают, что отдыхать под палящими лучами солнца и купаться не следует детям, без присмотра взрослых, а также лицам в состоянии алкогольного опьянения. А находясь на открытой воде даже в городском пруду, лучше не заплывать за буйки. Городские пляжи работают ежедневно – на протяжке с 9 утра до 9 вечера, на Боровом – с 10 до 8. Дарья Цапорыгина, Константин Островский, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24.